О чем я сейчас буду говорить? Я буду сейчас говорить о человеке, потому что мне человеке нравится. Я в свое время с 90-го года по 95-й год обучался у лучших специалистов в городном институте. Это было круто, это было круто, и мне это очень сильно нравилось. И они дали мне возможность не только думать об одной вещи. К слову том, что я был вообще-то инженером, а то, чем я стал, это немножко другая тема. И когда мне говорят, Лешенька, а что у тебя с русским языком, я говорю, ну, в принципе, на русском языке у меня в школе всегда было 3 балла. Это я сейчас очень большое количество сочинений написал. Ну, да ладно, сегодняшнее сочинение у нас будет о другой теме, о теме лучшего врача города Магнитогорска, который еще занимается протезированием звуков. Находится он где? В стоматологическом центре АГАТ на Куйбышево-3. Где, когда и для чего мы живем? Жизнь наша – это о чем? Первоначально мы не понимаем, но задаем вопрос. Особенно вопрос интересен, когда организм идет в расшатку. А сколько таких, кто родился и не болел, прожил до 120 и умер во сне? Единицы из миллиардного населения. А еще, если бы еще и зубы были не стерты и были на своих местах, единицы становятся нулями. Каждый рано или поздно мечтал о бесконечной жизни. Она есть там, где времени нет. Время – это единица нашей жизни. И вопрос-то решается проще. Промежуток наш не бесконечен. Но вера в Бога нашего стирает границы. Есть те, кто живет одним днем. А есть человеки, которые вам показывают, как можно сделать и жить то подольше. Таких, к слову, немного в журналистике, но такие есть в большем объеме в медицине. Они должны понять, что у вас творится, и дать правильный результат. А заодно и развеять слухи, коими богата мерзкая журналистика. Я думаю, вряд ли. Хотя сейчас очень много появилось информации, она так активно обсуждается, бутируется, преподносится, что японские ученые разработали некие препараты, которые вводятся и стимулируют рост собственных зубов. На мой взгляд, достаточно такое спорное заявление, хотя бы потому, что зуб – это довольно сложный орган. Это орган, отдельный орган, который имеет свою систему кровоснабжения, свою систему иннервации. И просто так вырастить… Мы же не дошли еще до того, чтобы вырастить человеку руку, чтобы вырастить человеку ногу. Мы нашли до этого, понимаешь? Это уже делается. Потому что не так давно можно дубликат клона себе сделать. По собаке, по человеке. Это уже началось. Нет, стоп. Дубликат клона – это да. А вырастить свое мы пока не можем. Мы можем вырастить фрагмент ткани. Да, своей ткани. Фрагмент ткани мы вырастить можем. Но полностью вырастить свой орган мы пока не можем. Хотя, конечно, пытаемся. Получится, не получится – вопрос третий. Как это будет? Теперь, что касается зуба. Во-первых, зубы по своей функциональной, скажем так, направленности, они все разные. Есть резцы, есть клыки, есть маляры, есть премаляры. У каждого зуба есть своя конкретная задача. То есть, задача – откусывать, задача – измельчать, задача – пережевывать. То есть, функционально они разные. У каждого зуба есть строго определенное положение в челюсти. Более того, зубы расположены таким образом, что у них есть антагонисты. То есть, каждый зуб смыкается с каким-то противоположным зубом. Вот эта линия смыкания, линия окклюзии зубов, она достаточно важна. Почему? Потому что есть последние разработки, которые говорят, что если человек до 60 лет сохранил 20 зубов на обеих челюстях, кстати, неважно, своих зубов или же вставных, то это значительно снижает риск, допустим, возникновения болезни Альцгеймера. Потому что проприоцептивная иннервация от смыкания зубов, она идет непосредственно в мозговые структуры и тем самым способствует, во-первых, сохранению положения человека. То есть, по сути дела, это как своеобразный гирокомпас. То есть, человек ориентирован в пространстве еще и за счет этого тоже. Ведь это очень сложная система, это очень сложная анатомо-физиологическая система. И поэтому, когда говорят, что мы можем вырастить, да, наверное, можем. Наверное, когда-нибудь мы к этому подойдем, мы сможем выращивать. Но я просто хочу напомнить один такой интересный момент. Буквально, наверное, лет 5-6, может быть, назад, очень-очень-очень обсуждалась широко тема стволовых клеток. Сейчас где она? Хочется так спросить. И где она, эта тема? Как-то она тихо-тихо сошла на нет. Потому что это все было, ну, немножко, скажем так, преждевременно, назовем это так. Более того, более того, значит, корейскими учеными разрабатывались препараты, которые способствовали ускорению роста костной ткани. То, что у нас в томатологии активно применяется увеличение объема костной ткани при имплантации и так далее, и так далее. Вот. Там разрабатывались препараты, так называемые костные матричные протеины. В свое время, вот, именно наш, у нас в России, вот, был, скажем так, резко ограничен ввоз этих препаратов из Кореи. Почему? Потому что в том числе вот этот вот рост кости, вот этот вот, скажем так, он был, ну, скажем так, с непредсказуемыми последствиями иногда. Поэтому, наверное, да. Наверное, то есть наука идет, то есть мы развиваемся, мы открываем какие-то новые явления, новые процессы. Но говорить о том, что, как вот я лично слышал по какой-то программе, что там чуть ли не в 30-х годах мы научимся выращивать зубы, ну, я думаю, что вряд ли. Я думаю, что вряд ли. Потому что возникает вопрос. У нас у каждого человека отпечатки пальца своеобразные. Другой вопрос. Если бы даже меня клонировали, то есть вот лежит тело, да, зубами, но тело с зубами, которое лежит, и тело с зубами мое, то есть, грубо говоря, 51 год, зубики немножко подтянулись, подрастались, подупали, естественно, подсажались в конце концов, даже съедали. То есть я не смогу его зуб поставить себе? Нет. О! Нет. Более того, в свое время, значит, есть такой замечательный доктор, доктор Мулдашев. Он разрабатывал идею, когда брались собственные зубы, там, допустим, зубы мудрости, и пересаживались там чуть-чуть в другое место, тем самым, чтобы сохранить там или восполнить дефект зубного ряда. И, в общем-то, методика не получила широкого распространения, в силу того, что это, опять-таки, очень непросто. И самое главное то, что, во-первых, необходимо соблюсти очень большое количество, скажем, условий для того, чтобы это произошло. Хотя методика реплантации, то есть пересадки собственного зуба, она существовала очень давно, и она использовалась. Но тут надо понимать, что если бы вы пересадили свой же зуб на свое же место или на соседнее место, это будет зуб мертвый уже. И приращение этого зуба будет не так, как обычный зуб у нас. У нас зуб растет на системе связок, то есть как на амортизаторах. Он обладает микроподвижностью. А здесь уже будет костное сращение, то есть анкилозирование этого зуба. То есть это будет, грубо говоря, это будет костный имплантат, костный трансплантат. И даже в этом случае он может болеть, он может сломаться, потому что жизненности... То есть кровоснабжения в нем нет, это мертвый зуб, он может точно так же сломаться. Я могу сказать, как хирург, что удалять такие зубы, это удовольствие, это то еще. Еще то. Да, да, да. Когда меня про журналистику втирают, я далеко не журналист вообще-то. Я инженер, умеющий думать, думать и делать. Чем богатство инженерии? Это тем, что чем больше инженеров, тем вкуснее прогресс. Но прогресс невозможен без питания и без здоровья. Сегодня мы вам показали нашего гуру. Он четко умеет учиться и делает все своими руками. Но рук там много в агате. Для этого и был создан центр. На волне топов стоматологии показывать и делать то, без чего лидер мировой металлургии живет без боли в зубах. Внедряясь и делая чудо, мы должны понять, что чудо металлургии это не только сталь и убирающиеся к минимуму загрязнения. Это еще и удовольствие от жизни, даваемое нам стоматологическим центром агаты. Таких людей, к сожалению, сейчас уже немного, которые получили образование еще в Советском Союзе. Мало того, это образование он еще и подтверждает огромным количеством дипломов. Я не буду сейчас все это дело вам показывать, но если честно, если честно, если честно, опять же, если честно, не у каждого первого врача я это дело видел в своей жизни. Так получается. То есть он не просто руководит центром агаты, он еще и занимается здесь хирургией. И он еще устанавливает вам импланты. То есть это очень крутой специалист. И прежде чем думать, и прежде чем вы когда-то воткнете в себе мысль поменять или поставить себе импланты, да и вообще, вы подумайте и посмотрите эти сюжеты. Они будут бесконечность в эфире и в Ютьюбе. Потому что человек живет для вас. Он это делает для вас. Он работает для вас. Думайте сами, господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok